Голос России Сегодняшняя передача, наш разговор сегодня выходит в эфир вскоре после Международного дня русского языка, который, как известно, отмечается по всему миру по решению президента Российской Федерации уже третий год подряд, 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я вот в этот раз этот день провел в Белграде, в столице Сербии, и могу сказать, что там этот праздник отмечался достаточно широко, несмотря на его не очень глубокие корни. Подчеркну, как праздник, а не как дня Александра Сергеевича Пушкина, разумеется. Знаю, что во многих других странах он уже обрел свои традиции, свое место, и во всяком случае нашими соотечественниками, равно как и теми, кто любит русский язык, кто его знает или собирается изучать, воспринимается как настоящий праздник. Праздник это хорошо. А, наверное, главное на сегодня мероприятие в рамках этого праздника – это фестиваль «Великое русское слово», который традиционно проходит в Крыму, который собирает несколько тысяч человек, который собирает представителей многих политических партий и нынешнего руководства страны, который имеет значительно более серьезные традиции, чем празднуемый в день рождения Пушкина, день русского языка. Но я о нем упоминаю особо, потому что действительно очень масштабное, очень крупное, очень звонкое, я бы сказал так, мероприятие, как, собственно говоря, звонок и любимый нами русский язык. Отсюда сегодняшний собеседник, наверное, более естественного собеседника и представить себе трудно у нас и на прошлой передаче, в этой же связи был естественный гость, ректор Института русского языка имени Пушкина Юрий Евгеньевич Прохоров, и сегодняшний гость не менее естественен, потому что это Петр Петрович Скороспелов, исполнительный директор фонда «Русский мир». Добро пожаловать в студию, Петр Петрович. Мы, разумеется, будем говорить сегодня о деятельности фонда, о том, что он предпринимает или собирается предпринимать в сфере поддержки и укрепления позиций русского языка в более широком контексте. Но сначала для наших радиослушателей чуть-чуть представлю собеседника, потому что, насколько я понимаю, у вас опыт медийной работы еще не такой большой, и для наших слушателей требуется дополнительная презентация. В нынешнем качестве исполнительного директора фонда «Русский мир» Петр Петрович работает с октября прошлого года, вот полгода плюс. Несколько ранее он вошел в состав правления фонда «Русский мир» сейчас является вторым лицом в правлении, заместителем председателя. Ну, а до этого посвятил свою карьеру работе в структурах исполнительной власти, в частности, в администрации президента России. На протяжении нескольких последних лет возглавлял управление президента по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации. Входил в различные рабочие группы этого Государственного совета, в том числе по подготовке стратегии развития государства на период до 2010 года, по вопросам реформирования электроэнергетики, по подготовке вопроса о земельной реформе и так далее, и так далее, и так далее. Даже страшно себя представить. Вот это вот называется многостаночник. Я это только приветствую, говорю без всякой иронии. И вот, еще раз повторю, с октября прошлого года вплотную занялся любимой нами гуманитарной проблематикой, в частности, вопросами русского языка. Петр Петрович, отсюда, наверное, первый вопрос. Мы сегодня будем говорить и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Если позволите, несколько вопросов, связанных с историей возникновения фонда. Кому пришла в голову эта идея, как давно он действует, и как он чувствовал себя во все предыдущие годы до вашего прихода на нынешнюю должность. Ну, во-первых, спасибо, Константин Иосифович, что позвали вашу программу. Действительно, для нас и День русского языка, безусловно, это один из таких знаковых событий в жизни нашего фонда. Но и мы буквально считанные дни до нашего шестилетнего юбилея. Потому что в 2007 году указом президента России фонд «Русский мир» 21 июня был образован. То есть осталось буквально несколько дней, и нам будет 6 лет. Конечно, 6 лет, с одной стороны, если сравнивать нас, допустим, с Британским советом или другими аналогичными зарубежными организациями, малый срок. Но я считаю, что моими предшественниками, во-первых, Вячеслав Алексеевичем Никоновым, который до меня был исполнительным директором фонда «Русский мир», а сейчас является депутатом Государственной думы и председателем комитета по образованию, Людмилой Алексеевной Вербицкой, известнейшим нашим русистом, который возглавляет наш попечительский совет. Которая, кстати, была тоже в этой студии. Да, 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 совершенно верно. Была проделана, на самом деле, огромнейшая работа. Потому что фонд «Русский мир» — это не только одна из крупнейших российских НПО, но и, безусловно, крупнейшая из тех, кто ведет свою работу за рубежом. Поэтому... Сразу оформим. Это не правительственная организация, она существующая, в том числе, за счет государственной поддержки, за счет бюджетных ассигнований. Да, совершенно верно. Она создана указом президента, как я только что сказал. Ее учредителями являются Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки России. В состав наблюдательного совета, куда входите и вы, входят уважаемые руководители таких ведомств, как Сергей Ильич Лавров, глава внешнеполитического ведомства, Ливанов, министр образования, Мединский, министр культуры. То есть мы являемся, безусловно, НПО, но которое тесно взаимодействует и в каком-то смысле порождено государством. А что касается Государственного совета, то тоже такой, может быть, любопытная такая виньетка. В 2002-2003 годах в рамках Государственного совета работала группа по международным вопросам. Ее возглавлял Александр Сергеевич Засохов, известный наш политический деятель. Тогда он был главой Республики Северной Осетии Алания и известный тоже наш политолог, государственный деятель Академик Кокушин Андрей Афанасьевич. И вот одна из рекомендаций этой группы была как раз о создании такой неправительственной организации, которая бы занималась популяризацией русского языка и поддержкой проектов, связанных с продвижением русского языка за рубежом. Так что Государственный совет тут тоже, пусть малую толику, но вот тоже внес создание фонда «Русский мир». Хорошо, шесть лет минуло, это значит, что организация состоялась, она востребована, но жизнь не стоит на месте. Я думаю, что и предыдущие годы, и нынешний этап развития русского мира как фонда связан с поисками оптимального места, роли, функций, полномочий, форм деятельности. Вот, на ваш взгляд, фонд образца 2013 года отличается от того, что закладывалось в указ в момент его создания. Пройден путь или, с вашей точки зрения, изначально все направления были определены более или менее правильные, осталось лишь их, что называется, поставить на поток и притворять жизнь. Насколько это живая работа, я не про работу как таковую, насколько живой механизм, насколько живым является фонд с точки зрения развития и совершенствования своих форм деятельности? Я бы сказал, что, во-первых, фонд – это живой организм, и одновременно это сетевая структура. Потому что у нас есть 93 русских центра и 122 кабинета почти в 50 странах мира. И это, на самом деле, огромный пласт русистов, людей, которые заинтересованы в русской культуре. И поэтому, безусловно, тут постоянно что-то происходит новое, и это все развивается. Но вместе с тем те цели и задачи, которые перед фондом были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным, а именно популяризация русского языка, поддержка русской культуры, они по-прежнему – это краеугольный камень нашей работы, и здесь у нас полная преемственность. Да, может быть, я в двух словах расскажу просто о том, чем мы занимаемся. Разумеется, это был следующий мой вопрос. Замечательно. Отсюда будет более понятно, какие приоритеты, какие задачи мы ставим перед собой в 2013 году. Во-первых, у нас большая грантовая программа. Она в этом году увеличивается на 20 миллионов, будет составлять 220 миллионов, и с этого года… Рублей. На всякий случай. Нас слушают по всему миру, чтобы не перепутали с ПЕСО, с Тугриками и тем более с американскими долларами. Можно сказать, к сожалению, 220 миллионов рублей, но мы российская организация, считаем, соответственно, все в рублях. Это грантовая программа, 60% от этой суммы будет связана с поддержкой проектов, направленных на развитие и популяризацию русского языка, и 40% на, условно их можно назвать, социально-культурные проекты. Затем развитие сети русских целей. Извините, может быть, перебивать придется, но чтобы сразу все было понятно. Это гранты, которые получают граждане России, организации российские, иностранные граждане, иностранные НПО. Кто вправе запрашивать ваши гранты? В принципе, любой человек. Единственное, что по нашему… Человек? Человек, организация. Или организация, пожалуйста. Или организация, да. Единственное, что по нашему законодательству мы не можем поддерживать коммерческие организации. Это нас, к сожалению, сильно сдерживает, допустим, в части поддержки русскоязычных СМИ, которые в большей своей части являются, безусловно, коммерческими организациями. Но так, любой человек, любая НПО, конечно, преимущественно из-за рубежа, но в том числе мы оказываем поддержку, конечно, и внутри страны, могут обратиться, у нас, значит, на нашем интернет-портале очень подробным образом изложены, значит, какие документы, как это все, как составляется заявка. После этого грантовые комиссии, их две, одна по проектам, связанным с русским языком, другая по социально-культурным проектам, их рассматривают и выносят свое решение. Вот примерно такая схема. В ней есть, конечно, свои особенности, потому что, допустим, в Европе люди привыкли работать в грантовом формате. То есть там и грантовые заявки составляются легко, и придумываются легко. Что касается СНГ и особенно Азии, здесь ситуация совершенно другая. Здесь и качество этих заявок, и их количество, оно значительно меньше. У нас такой образовался своего рода перекос, который мы сейчас стремимся выправить. В том числе, если говорить, допустим, о китайском направлении нашей работы, то мы сейчас будем активно развивать китайское составляющее нашего интернет-портала. В том числе там все необходимые наши документы с толковейшим, подробнейшим разъяснением, они будут на китайском языке размещены. И при поддержке посольства мы надеемся, что эта работа приведет к тому, что количество грантовых заявок, допустим, из Китая резко возрастет. И так же мы будем действовать и по другим направлениям. А можно привести несколько примеров таких заявок? На что надо обращать внимание тем, кто обращается? Условно говоря, я хочу организовать детский садик с обучением на русском языке. Это подпадает под грант или нет? Или я хочу провести праздник Масленицы, но все там будут говорить по-русски в этот момент этого праздника, поэтому это тоже русский язык. Оплатите мне мероприятия, связанные с выпеканием блинов. Ну, утрирую немножечко. Что такое мероприятия, подпадающие под ваши гранты? В принципе, набор очень широкий. Потому что если мы говорим сейчас о праздновании русского языка, например, в Англии сейчас идет масштабное культурное событие. Называется фестиваль Пушкин в Британии, который мы, кстати, вместе с вами поддерживаем. Вот грантовая заявка, которая победила, прошла отбор, удовлетворяется. Естественно, там самые разные статьи расходов, которые нами финансируются. Та же самая Масленица в той же самой Великобритании. Уже немножко формат другой. От выступления фольклорных коллективов до проведения различных галоконцертов. То есть здесь самые разные вещи. Главное, что, конечно, наша система отчетности, она носит достаточно сложный характер. И мы в этом отношении, я бы сказал так, весьма придирчивы и щепетильны. Потому что все-таки это деньги, и каждый человек, который подает заявку, он должен понимать, что он в конечном итоге за каждый потраченный рубль должен будет отчитаться. С грантами понятно. Я вас перебил, вы начинали говорить о других направлениях. Следующее направление после грантовой программы и развития сети русских центров и кабинетов, это программа профессора русского мира. То есть это направление, мы финансируем направление наших преподавателей за рубеж. Соответственно, как правило, это происходит все и будет происходить на базе наших русских центров. То есть это такой некий, как мы его видим, сейчас эта программа нами реструктурируется, это будет некий аналог, наверное, того, что делает фон Фулбрайта. То есть мы выдаем стипендии, выдаем гранты нашим ведущим специалистам в области РКИ, и они едут на разные сроки, РКИ, русские, как иностранные. Я для слушателей переспрашиваю. Да, 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 я прошу прощения. Ну, может быть, для нас такой привычный термин. Которые, как правило, на базе наших русских центров, либо на месяц, либо на семестр, либо на год, едут и читают там курсы, лекции, проводят мастер-классы. То есть это вот такое направление. У нас есть очень неплохой журнал, хотелось бы показать тем, кто нас смотрит в сети интернет. Он называется «Русский мир.ру». На эту камеру лучше, да? Да. А остальным, кто не смотрит, лучше описать словами, что вы сейчас показываете. «Русский мир.ру» — это вот последний номер июньский. Он посвящен Кириллу и Мефодию. Очень красочный, очень яркий, очень доступный журнал. К сожалению, мы его не можем продавать. Мы его только распространяем, это тоже несколько нам связывает руки, но вот мы сейчас думаем над новыми способами, как бы мы могли, так сказать, расширить нашу аудиторию. Да, у нас есть мощный интернет-портал, который посещает в год более миллиона пользователей. Их число каждый год растет, в том числе для тех, кто заинтересуется журналом, но не сможет его достать. Там есть интернет-версия этого журнала. Наконец, мы проводим крупные мероприятия, наиболее известные, наверное, не только в России, но и во всем мире — это Ассамблея Русского мира. Она проходит в канун Дня Согласия, то есть 3 и 4 ноября каждого года. И я рад сообщить нашим слушателям, что в текущем году она будет происходить в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце нашей культурной столицы России. — Понятно. Теперь несколько вопросов. Я уже вас перестал перебивать, хотя вопросы есть. Вот вы начали с русских центров и кабинетов. Назвали количество стран и количество таких точек. Что они из себя представляют? Можно описать русский центр, можно написать кабинет, и в чем разница между ними? — Разница в формах. Кабинет — это маленький русский центр, но для того, чтобы... — А русский центр — это большой кабинет. — А русский центр — это, во-первых, некое помещение, которое мы снабжаем все необходимые инфраструктуры, начиная от компьютеров и кончая библиотекой. И, кроме того, что это кабинет, этот кабинет, как правило, находится в одном из ведущих центров русистики, в одном из ведущих университетов. Допустим, если говорить о Великобритании, у нас есть центр в Оксфордском университете, у нас есть центр в Эдинбургском университете, у нас есть центр, недавно открытый в апреле текущего года, в Дармском университете. То есть это, по большому счету, те вузы, которые входят в пятерку ведущих британских университетов. А, в принципе, наверное, и в ведущую десятку, может быть, мировых. Допустим, если мы говорим о Китае, где у нас семь центров, то, условно говоря, у нас есть центр в Пекинском университете иностранных языков. Это, фактически, китайское МГИМО, один из ведущих их лингвистических центров и одновременно центров по подготовке и дипломатов, и других, так сказать, государственных чиновников, которые будут работать за рубежом. В Шанхае. То есть, в принципе, мы своей сетью накрыли все основные центры русистики в мире. И это позволяет нам, вкладывая не очень большие деньги, опираться на ту инфраструктуру, которая реально существует. Потому что во главе этих центров, как правило, стоят очень авторитетные и очень уважаемые люди. Ну, допустим, Миланский университет, русский центр возглавляет профессор Эльда Гаретта, один из ведущих итальянских русистов. Если говорить о Китае, то в Пекинском университете иностранных языков центр до недавнего времени возглавлял профессора Ли Иннань. Это просто патриарх китайской русистики, если так можно выразиться. Она наполовину русская. Ее мама, кстати, дворянка, в 30-е годы вышла замуж за китайского коминтерновца. Таким образом... Ну, уже не как дворянка, я подозреваю. Ну, наверное, как советская гражданка. Урожденная дворянка. Да-да-да, совершенно верно. Причем культурная революция у семьи такая очень сложная, такая, может быть, даже трагическая история. Но при всем при этом через профессора Ли Иннань прошли поколения китайских русистов. Она их как бы выучила, воспитала. И одновременно и поколение наших китаистов. Потому что, как я понимаю, ваш альбоматор МГИМО на стажировке отправляет студентов в Пекинский университет иностранных языков, где они тоже попадают к этому уважаемому профессору. В студии «Голоса России» Петр Петрович Скораспелов, исполнительный директор фонда «Русский мир». Мы говорим о том, как прошел последний день русского языка. Я знаю, что Людмила Алексеевна Вербицкая ругается, когда начинаешь вместо слова «последний» употреблять слово «крайний», утверждая, что это не по-русски. Поэтому специально говорю «последний». Понимаю, что он далеко не последний в ряду таких дней. И мы говорим, разумеется, о деятельности фонда «Русский мир» в прошлом, в настоящем. А через несколько минут будем говорить о том, как он будет работать в будущем. Так что не выключайте своих приемников и компьютеров. Мы вернемся к вам через несколько минут. Поехали. Еще раз приветствую всех слушателей «Голоса России». С вами я, Константин Косачев, и мой сегодняшний компетентный собеседник Петр Петрович Скораспелов, исполнительный директор фонда «Русский мир». До перерыва мы начали говорить о том, как выглядят центры и кабинеты фонда «Русский мир» за рубежом, число которых исчисляется десятками, и, возможно, скоро будет исчисляться даже сотнями. И вот в перечислении центров, которые прозвучало из ваших уст, был Лондон, был Рим, был Пекин. А что с нашим более близким окружением в СНГ, в государствах СНГ, такие центры учреждаются? Или вы считаете, что это не обязательно делать? Нет. СНГ традиционно было нашим приоритетом и остается. Достаточно сказать, что только на Украине у нас существует 11 таких центров. И более того, мы сейчас переходим к новым формам работы. В Киеве мы рассчитываем в течение этого года открыть представительство фонда «Русский мир», которое будет выступать в роли координатора работы уже существующих русских центров, а также всех тех программ, которые мы осуществляем на Украине, и которые мы планируем осуществлять. И здесь я хотел бы выразить очень большую признательность, и это не какие-то дипломатические слова, на самом деле так и есть, а представительство Россотрудничества на Украине, потому что мы работаем в теснейшем контакте, и вот это сопряжение усилий позволяет нам, в общем-то, не очень большими силами, не очень большими ресурсами, как мне кажется, решать довольно серьезные задачи. Я надеюсь, что эта модель, она очень плодотворная, она будет нами применяться и в других странах и регионах. Сразу, 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 сразу здесь подключусь и подтвержу, что действительно это пока одна из достаточно редких, но очень удачных форм взаимодействия федерального агентства и фонда «Русский мир». Я недавно в Киеве имел честь участвовать в презентации сборника «Сказки русских писателей», который появился на свет благодаря вот этому взаимодействию и сотрудничеству, и этот сборник окажется в каждом без исключения детском садике на Украине. А до того, я знаю, был такой же замечательный проект, издание уже многотомной классики русских писателей, который появился в каждой русскоязычной школе Украины, при том, что, к сожалению, их число не растет. Но, тем не менее, через такие акции мы хотя бы как-то имеем возможность противостоять тенденции сокращения школ с русским языком. Но извините, что я вас здесь перебил, просто обязательно хотел зафиксировать наше взаимное понимание успешного проекта в Киеве, на Украине, и стремление к тому, чтобы эти проекты тиражировались в других странах. Действительно, казалось бы, да, издание русских сказок. Мы сами не ожидали того, какой эффект, да, казалось бы, это простое действие окажет на Украине. Потому что просто сказки долго не издавались. А потребность, да, для воспитания любого ребенка, русские сказки, ребенка, который говорит по-русски, русские сказки, ну, это без них просто невозможно, да. Поэтому каждый детский сад, я, пожалуй, добавлю еще сюда начальные классы в школах, да, это оказалось на удивление востребованным и прямо даже, ну, такой элемент такой сенсационности, что ли, да. И мы эту издательскую программу с вашим участием, при вашей поддержке планируем всячески расширять, но не только ее, да. Мы сейчас думаем на Украине о том, как бы мы могли поддержать воссоздание системы русских детских садов. Да, потому что в разных странах русский язык и проблемы, связанные с его популяризацией, они стоят по-разному. На Украине то, что даже в Киеве нет ни одного русского детского сада, это проблема, которая нашими партнерами воспринимается, ну, и общественностью, воспринимается как более даже серьезная, чем ситуация с преподаванием русского языка в школах или в вузах. Поэтому вместе с вами мы думаем над тем, как мы могли бы поддержать развитие русских детских садов. Другой момент, тоже очень важный, и он характерен не только для Украины, но и для других стран СНГ и Балтии. Это преподаватели-предметники, которые преподают на русском языке. На Украине последний... Преподают, вы имеете в виду, химию, географию... Да, 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 совершенно верно. Не преподаватели русского языка, а именно преподаватели-предметники самых, так сказать, вот, что в школе есть, да. Смотрите, последний выпуск таких предметников, которые преподают на русском языке, на Украине был в 93-м году. То есть это, как правило, люди уже в возрасте. И мы сейчас думаем, как бы мы могли эту систему воссоздать, подготовки. Да, значит, еще одно важное направление. Поэтому необъятное поле работы на Украине, и не только на Украине, и здесь мы надеемся на самое тесное сотрудничество с вами. Возвращаясь еще раз, может быть, последний вопрос на эту тему, к центрам и кабинетам. Вот вы назвали несколько очень громких и известных фамилий, людей, которые согласились участвовать в этой работе. А все-таки в чем их функционал? Они ведут там уроки русского языка? Они присутствуют там на постоянной основе и там занимаются с каждым всяк сюда входящим? Или это все-таки некое кураторство проекта, когда известно в кабинете, что можно зайти в другой кабинет номер такой-то, и там найти нужного вам человека, с которым можно будет проконсультироваться. Как вот реально на практике выглядит работа Центра русского языка в Оксфорде, предправда? Да. И то, и другое, и третье. Так. Я думаю, что примерно, если так суммарно посмотреть на те мероприятия, которые проходят в русских центрах, то, наверное, треть – это учебные занятия, треть – это научно-методическая работа, это очень важно. И, наконец, треть – это различного рода культурные, познавательные мероприятия, начиная от фестивалей и кончая просмотрами фильмов и встречи с общественными деятелями. Вот это для инфраструктура русского центра, она позволяет решать эти задачи. То, что, как правило, во главе такого центра стоит знаковая фигура, это позволяет нам, ну, это своего рода такой ключик или пропуск, да, мир местной русистики. Так, что позволяет за счет, в общем-то, не очень больших средств, а создание русского центра, оно стоит где-то, тут мы сейчас переходим на иностранную валюту, стоит где-то примерно от 70 до 100 тысяч долларов. Это единовременные затраты? Единовременные. А что касается текущих, они варьируются очень серьезно, потому что, допустим, в Таджикистане мы где-то тратим, наверное, около 5 тысяч долларов, а если брать тот же Оксфорд, он нам стоит где-то 50 тысяч фунтов. В год. В год, да. Понятно. А кабинеты, вы сказали, что они маленькие центры, кроме размеров, они чем-то отличаются функционально от центров? Да. Ну, как правило, это в основном только инфраструктура. То есть это вот такой... То есть это книги, компьютеры. Да, да. И возможность дистанционного обучения. То есть это место, куда можно зайти и удовлетворить свой интерес. Базовая, конечно, наша единица – это русский центр. А есть какая-то статистика, сколько людей пользуются услугами центров и кабинетов? Или вы не отслеживаете этот поток? Понятно. Мы вкладываем, например, 100 тысяч долларов в создание центра где-то. Что потом происходит? Как работает этот доллар? Безусловно, это, если говорить в целом, это десятки тысяч студентов. Такой специальной статистики мы ведем, но она очень как бы вариативна. Потому что одно дело – это Китай, другое дело, допустим, это Украина, третье – это Великобритания. И здесь, я думаю, что такого простого пересчета, как на заводе, производительность труда, его быть не может. Тем более, что, как мы с вами только что обсуждали, везде существуют, если так можно выразиться, разные центры тяжести. Допустим, если мы берем тот же самый Китай, то китайские наши партнеры, главное, что они от нас сейчас хотят, и чем мы будем активно заниматься и в 2013-2014 году, это переподготовка их преподавателей-русистов. Причем, как бы, по всему диапазону, от школы до вуза. Потому что китайская русистика – это десятки тысяч специалистов, но которые в силу целого ряда исторических причин развивались достаточно замкнуто и обособленно. Сейчас для них переподготовка кадров – это одна из ключевых проблем. Затем, тоже, если, так сказать, как можно мерить, допустим, русские центры мы планируем использовать для отбора наших стипендиатов. То есть, для, условно говоря, тех же самых студентов из Украины, которые на нашу стипендию приедут и будут обучаться или стажироваться в наших ведущих вузах. Причем, на Украине, я думаю, что это будут не только русисты, а мы пойдем по широкому кругу гуманитарных специальностей. То есть, это будут и историки, может быть, и международники. Одновременно, они могут быть участниками нашей грантовой программы. То есть, инфраструктура, вот эта сеть русских центров, она позволяет нам решать очень многие задачи, которые не сводятся только к количеству семинаров, спецкурсов или курсов. Петр Петрович, вот на примере Россотрудничества и российских центров науки и культуры за рубежом, могу вам сказать, что есть эти центры и в Вашингтоне, и в Пекине, и в Париже, и в Дели. Но если брать постсоветское пространство, где русский язык, где русская культура, где российская наука, наверное, должна быть востребована более чем, у нас есть определенные проблемы. Мы до сих пор не заключили соглашение об учреждении таких центров с Туркменистаном, но я надеюсь, что это проблемы технические, это соглашение в ближайшее время все-таки появится, и нам, не буду этого скрывать, да, собственно, никто этого не скрывает, по политическим причинам отказывают в подписании таких соглашений и, соответственно, в учреждении российских центров науки и культуры в странах Балтии. Вот у вас в вашей работе с учреждением центров и кабинетов русского языка возникают какие-то проблемы в отдельно взятых странах? Или вы работаете там, где вам кажется, что это заслуживает вашей активности? Было бы лукавством с моей стороны сказать, что у нас таких проблем не существует. Конечно, они есть, но... Примерно там же? Примерно там же, ну, может быть, еще где-то. Естественно, что мы их пытаемся решать, поскольку мы не государственная структура, да, и русский язык, в общем-то, это не политика, да, может быть, это не носит такого как бы жесткого характера, да, но проблемы есть, мы их решаем. Тут, я думаю, что главное упорство и труд, да, все перетрут. Поэтому тут надо быть просто последовательными и настойчивыми. Буквально одна минута осталась нашего эфира, и поэтому очень короткий вопрос и короткий ответ. Русский язык, он, как известно, несколько сократил свой ареал в последние 20 лет. Вот вы ставите перед собой какие-то амбициозные задачи полного восстановления его позиций, скажем, по сравнению с кульминационным советским периодом, какие-то другие задачи в цифрах вы можете назвать ваши стратегические цели на стратегическую перспективу. Я бы, может быть, на ваш вопрос ответил бы немножко по-другому. Вот в советские годы была мощнейшая государственная система поддержки изучения русского языка за рубежом. Она по известным нам причинам практически разрушилась в 90-е годы. Сейчас создается новая система во многом на новых условиях. Мне кажется, что сейчас принципиальная задача это организовать систему взаимодействия. Потому что общими усилиями мы можем решать амбициозные и сложные задачи. А по одиночке, к сожалению, эти задачи будут значительно менее амбициозными и значительно более маленькими. Я считаю, что сейчас это ключевая задача на данный момент. фонд. Спасибо, потому что я готов подписаться под всем, но под последними вашими словами в особенности могу признаться, что не всегда действуя совершенно на параллельных курсах и преследуя одни и те же цели, мы, я имею в виду Россотрудничество, фонд, русский мир, находили возможности сложить наши усилия, и очень здорово, что это начинает получаться. Мы говорили сейчас о киевском примере, и я очень хотел бы, чтобы наш сегодняшний эфир знаменовал собой некий этап к тому, чтобы наши усилия, будучи сложены воедино, давали бы уже, как говорят, кумулятивный эффект. Синергетический. Синергетический. Спасибо большое. Вот ваша разносторонняя подготовка и здесь сказалось. Спасибо. Я хотел бы напомнить, что сегодня в студии мы говорили с Петром Петровичем Скороспеловым, исполнительным директором фонда русский мир, о фонде, о русском языке и о наших совместных задачах на будущее, которые, я уверен, будут обязательно реализованы. Спасибо, Петр Петрович. И с вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества и спецпредставитель президента России. Смотрите нас, слушайте нас, спорьте с нами, но самое главное, будьте с нами. До новых встреч в эфире. Голос России представляет авторская программа «Разговор с Константином Косачевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова 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 А.Егорова